Комитет по градостроительству объявил конкурс на строительство спортзалов в пяти школах Марза Армавир. Еще в четырех школах спортзалы будут реконструироваться. Президент Арцаха Араик Аруджинян утвердил решение правительства об установлении единовременной денежной помощи. Согласно решению, некоторые группы граждан, зарегистрированных в Республике Арцах до 1 октября 2021 года, получат единовременную денежную помощь в размере 50 тысяч драм. Если несколько лет назад в среднем один турист в Армении тратил примерно 700-800 долларов, то сейчас эта цифра приблизилась к 1 тысяче долларов, что стало результатом диверсификации рынка и повышения привлекательности страны. По прогнозам, показатели турпотока за весь 2021 год будут ниже данных за 2019, но выше, чем за прошлый год. В рамках Golden Kitty Awards 2021 на Product Hunt были поставлены на голосование стартапы в номинации «Лучший продукт». В список вошли 33 стартапа, 3 из которых – армянские. В номинации «Лучший продукт» представлены армянские стартапы PodCastle, Soft, Lucky Carrot. Обязательное медицинское страхование могут внедрить в Армении уже в будущем году. Оно покроет 99% амбулаторных и клинических услуг и даже позволит обеспечивать некоторыми препаратами хронических больных. Ежемесячно сотрудники и работодатели будут отчислять по 3% от зарплаты. На эти средства и будет формироваться бюджет ОМС. После боевых столкновений 11 января на границе Армении мы говорили о больших потерях среди азербайджанских агрессоров. Также мы говорили о том, что Министерство обороны Азербайджана следует своей излюбленной тактике – списывать свои потери не сразу, чтобы не пугать свой народ, а постепенно – слаясь на утопление, ДТП и другие неприятности. Как и следовало ожидать, не прошло и недели, как Минобороны Азербайджана сообщило о гибели в оккупированном Гадрудском районе азербайджанского военнослужащего Джавида Мамешдли. Причина – неправильное обращение с оружием. Постепенно и остальных уничтоженных нашими воинами азербайджанских солдат представят своему обществу как случайно погибших. В Ереване впервые издан армяно-азербайджанский разговорник. Презентация первого армяно-азербайджанского разговорника состоялась на факультете истории Ереванского госуниверситета. Автором разговорника является кавказовед, политолог, соискатель Института востоковедения Национальной академии наук Армении Лусинемов Сисян. Напомним, что осенью прошлого года в Армении открылся первый центр азербайджанского языка. По инициативе и при финансировании двух учредителей – общественной организации Smart Armenia и Azerbaijani Language Center. Изучение азербайджанского языка в Армении и качественное владение им – один из вопросов, связанных с национальной безопасностью. Азербайджанские оккупанты превратили в кафе для военных, а больше в городе никто не живет, здание церкви святого Иоанна Крестителя. Во время войны самой церкви был нанесен серьезный ущерб. В результате обстрела ее купол был полностью разрушен снарядом. Этого им показалось мало, и они устроили в церкви забегаловку. Все факты продолжают фиксироваться в видеоформате и будут ждать своего часа. Министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха предоставило на религиозные мероприятия транспортные средства. Монастырский комплекс «Конзасар» именуется церковью святого Иоанна Крестителя. Святой Иоанн Креститель является предтечей и благовестником для верующих. Те, кто молится святому Иоанну Крестителю и воздают ему хвалу, получают благословение Господа. Праздники, посвященные Иоанну Крестителю, всегда проходят в одноименных храмах при активном участии верующих и паломников. В Гонзасар приехал епископ Баграт Галастанян, представитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви и паломники из разных населенных пунктов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По словам верующих, такие мероприятия укрепляют веру людей, придают силы для дальнейшего противостояния грехам и искушениям. Элеонора Петросян, Гарута Прессиан, Хайк-Медиа, Мартакерский район, Республика Арцах. Фабрика Вернисаж Истории Сувенирная продукция исторической направленности, символика Армении. Изделия из литьевого камня и бронзы. Собственное производство и 3D-лаборатория. Онлайн заказ на сайте вернисаж-history.ru Глава Чечни наградил Норика Петросяна медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. За плодотворное сотрудничество и вклад в развитие молодежных инициатив наградить медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Петросяна Норика Торгомовича. Говорится в указе Рамзана Кадырова. Норик Петросян – давний друг чеченского народа. Многократно посещал регион. Также бизнесмен сыграл важную роль в укреплении отношений между Чеченской Республикой и Арменией. Кроме того, он известен тем, что провозит в регионе благотворительные акции. В Азербайджане начали продавать билеты в Шуши и Акну – Агдам. Об этой новости с радостью и взахлёб пишут бакинские СМИ. Однако есть то, что портит весь процесс. Посещать эти территории можно будет только один раз в год. Пассажирам предоставляется страхование от несчастных случаев. Посетителям не разрешат оставаться там на ночь из соображений безопасности. Граждане смогут провести там всего несколько часов, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гуметов. Вот такой вот Алиевский безимдирь. Регистрация славян и граждан Российской Федерации, проживающих в Арцахе, показала, что около половины русских, украинцев и белорусов являются прихожанами Армянской апостольской церкви. В течение долгих лет Армянская церковь являлась духовным пристанищем для славян, ввиду отсутствия православного храма на земле Арцаха. Сейчас возведён русский православный храм в честь Рождества Христова. Отца Бориса всецело поддержали миротворцы. В стороне не осталась и Армянская апостольская церковь, а также рядовые граждане – армяне и славяне Арцаха, внёсшие посильный вклад в строительство храма. Православные сегодня имеют возможность каждое воскресенье ходить на божественную литургию, получать знания в воскресной церковной школе под руководством настоятеля храма отца Вадима. Американский предприниматель армянского происхождения, основатель соцсети Reddit и компании «Инициалист Кэпитал» Алексис Аганян поздравил своего дедушку Джона Аганяна со столетием. «Моему дедушке 12 января исполнилось 100 лет. Счастье, что в одном месте собралось 4 поколения семьи Аганянов. На следующий день у нас дома на ужин были армянские блюда, а дедушка рассказывал нам истории своей жизни», – сообщил Аганян. Соучредитель музыкального союза имени Комитаса в Токио, японский пианист Такахира Акиба награжден медалью Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении за большой вклад в активное распространение армянской музыкальной культуры в Японии. 17 января посол Арая Кованисян вручил медаль японскому музыканту. А 13 марта этого года в Токио состоится концерт Такахира Акиба и скрипача Кейко Урушихара. Музыканты исполнят произведения Арно Бабаджаняна по случаю столетия со дня рождения известного армянского композитора. Российская саблистка армянского происхождения Яна Ягорян завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в Тбилиси. Ягорян сообщила, что безумно счастлива. «Я не фехтовала два года. Это мой первый международный турнир, который проходил в Грузии. Здесь я родилась в далеком 93-м», сообщила Ягорян. «Я не покинял на карте lines» «Над он ретьing от полное объектоваля той милиции. В меня есть nursery с водой объема. Продолжение следует...